Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о поливе виноградника. В частности, о поливе виноградника во время созревания ягоды. Нужно это либо не нужно, либо как это делать? В прошлом году, когда я затрагивала тему полива, я в принципе говорила, что мы особо виноград не поливаем у него, достаточно большие корни. Он сам себе может добывать водичку. Ну, несмотря на то, что у нас песчаные почвы, я потом еще покажу, какие есть ямы, можно это продемонстрировать. При том, что когда мы проводим подкормки, мы все это проливаем, поэтому этого достаточно. В принципе, да, при хороших условиях этого достаточно. При этом я много раз показывала, что виноград у нас растет вот так в газоне. В некоторых местах он замульчирован, соответственно, и задернение, и мульчание тоже сохраняет влагу в почве. Вот, например, здесь все растет просто в траве. То есть, в принципе, повторюсь, поливать особо нет необходимости. Вот, смотрите, какие у нас почвы. Фактически песчано-гравийная смесь. Поэтому, повторюсь, в общем-то мы поливаем только молодые кусты. В принципе, к началу августа полив можно сокращать, потому что избыточная влажность, она препятствует вызреванию лозы. Но здесь есть одно но. Как всегда, мы являемся с вами заложниками погодных условий. И если стоит сухая, жаркая погода, сейчас еще такой вот южный, очень теплый ветер суховей, то почвы достаточно сухие, влаги там остается мало. И понятно, что когда стоит такая погода, когда довольно сухо, то ягода наливается достаточно плохо. В принципе, ягода у нас уже почти налилась, ей всего хватало. Все-таки у нас из-за дернения определенная влага в почве сохраняется. Виноград себя прекрасно чувствует. Но если постоит такая погода с недельку, а потом пойдет дождь, то не исключена возможность растрескивания ягод. Конечно, трещат далеко не все сорта. И есть сорта вообще, которые практически не трещат. Но, тем не менее, очень много чего зависит от погодных условий. Что же происходит? Дело в том, что в сухую погоду, когда мало влаги, то кожица винограда теряет свою эластичность. И в дальнейшем, когда идет дождь, понятно, что растение, получая воду, начинает ее интенсивно всасывать. Соответственно, ягода от воды растягивается, а кожица растягиваться не может и таким образом рвется. И такой пример сорта, который очень подвержен растрескиванию на нашем участке, это виктория. Она имеет потрясающий вкус. Она имеет самый нежный мускат, но у нее тонкая кожица и она трещит. И пару лет назад было, после сильных дождей, ягоду просто порвало и вывернуло в другую сторону. И вот в прошлом году что получилось. Как раз-таки стояла вот такая же сухая погода. Я знала, что в ближайшее время будут дожди. И вот в такую сухую погоду я немножечко ее полила. Может быть, буквально ведро, ну, может, чуть больше. На следующий день пришли дожди. И дождь лил сутки. Конечно, я думала, что мою викторию порвет все напрочь. Но ничего подобного не случилось. Ни одна ягодка не треснула. И у меня получились хорошие, красивые гроздьи. Следовательно, если стоит сухая погода, в период созревания ягоды, виноградник лучше поливать. Единственное, что поливать нужно очень дозированно. Опять же, вы понимаете, какие у вас почвы. Если это глинистые, то поливать можно меньше. Они будут задерживать влагу. Если это песчаная почва, то можно будет поливать чуть больше, либо чаще. Здесь важнее будет поливать мелкими дозами. И часто, ну, например, по ведру, там, два раза в неделю. Если очень сухо и очень жарко, для больших, я говорю, для больших взрослых кустов, может быть и три раза в неделю, может не по ведру, по пол ведра. То есть тут надо подбирать индивидуально и пробовать. Но основной принцип – понемножку поливать нужно. Вот такой прием позволит остаться шкурке эластичной. И после того, как в дальнейшем придут дожди, ваша ягодка останется абсолютно целой. Если же у вас почва достаточно тяжелая и дожди и так идут, то, конечно, поливать ничего не нужно. Иногда и так влажность будет избыточная. Поэтому самое главное – мы смотрим на погодные условия, смотрим на то, какие у нас почвы, и по необходимости понемножку дозированно поливаем. Но на этом я с вами прощаю. Желаю, чтобы ваши ягоды не трещали, чтобы у вас был хороший урожай. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет осенью. И мои контакты. И до новых встреч!